Как правило, владельцы автотранспорта обращаются к экспертам Брестского межрайонного отдела Государственного комитета судебных экспертиз с характерной проблемой. Идентификационно-маркировочное обозначение или по-простому ВИН-номер не читаем. А это становится причиной отказа в прохождении техосмотра или перерегистрации транспортного средства. Ровно так случилось и у Вячеслава Касаткина. И теперь вся его надежда на помощь высококлассного эксперта. Мой автомобиль, Мерседес Принтер, проблема уже пошла с ВИН-кодом. Начал подгнивать и, соответственно, в ГАИ произошли проблемки и не смогли снять номера. Ну, сказали обратиться в службу, которая поможет, которая определяет ВИН-код. И вот обратился. Сейчас делаем, проверяем, ждем результат. С ВИН-номерами государственный судебный эксперт Сергей Матусевич работает с 2006 года. За это время через его исследования прошли тысячи автомобилей. Любовь к работе и опыт в таком деле незаменимый помощник. Ведь только настоящий профессионал способен отличить, когда ВИН-номер стал не считаем по причине воздействия времени и внешних факторов, окружающей среды и ремонтно-восстановительных работ, а в каком случае был изменен умышленно, чтобы скрыть преступление и подлог. Каждому транспортному средству присваивается идентификационное маркировочное обозначение, это как вот тот же паспорт, и в котором он несет всю информацию касаемо его идентификации. То есть, благодаря этим источникам можно идентифицировать автомобиль, узнать его конкретное маркировочное обозначение, выпускалось ли оно на заводе, принадлежит ли оно транспортному средству. Соответственно, в той или иной ситуации, где возникают вопросы по факту изменения, эти моменты нам помогают ориентироваться и разбираться в каждой ситуации. Каждая экспертиза – это настоящее мини-расследование, и при ее проведении в ход идут различные приборы и приспособления, от простейших, таких как осветительные приборы, до серьезных технических средств, например, диагностических стандеров, шлифовальных машинок и прочего. В Брестском межрайонном отделе Государственного комитета судебный экспертиз за 11 месяцев 2022 года проведено порядка 500 судебных экспертиз и исследований. За 2021 год проведено порядка 530 экспертиз и исследований. Из них на платной основе по обращению граждан проведено порядка 380 исследований в 2022, а в 2021 – порядка 360 исследований. К изменению ВИН-номера злоумышленники часто прибегают, чтобы легализовать угнанный за границей автомобиль. Для этого у них есть собственные схемы. На него вешают регистрационные номера того автомобиля, который ездит здесь, зарегистрирован, варивают туда пластину того автомобиля и перевозят. Также делают двойники, допустим, перебивают номер на автомобиль, угнали автомобиль, перебили номер под автомобиль, который у нас есть здесь в республике. Есть такие факты, даже в этом году установлены. В результате по республике ездят два автомобиля с одинаковыми номерами. Только за 11 месяцев 2022 года в ходе проведения судебных экспертиз было выявлено 45 фактов изменения ВИН-номера. Из них по 11 автомобилям были установлены первичные ВИН-номера.